Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале «Анекдоты от Адая» и с вами я, актер Владимир Ямненко. Дорогие друзья, все вы знаете, что минута смеха продлевает жизнь на 5 минут. А мы с вами встречаемся ежедневно на 8 минут. Это получается 8 умножить на 5, получается 40 минут продления жизни. А если 40 минут умножить на 365 дней, это получится больше 240 часов. Это то есть больше 10 суток за год мы продлеваем себе жизнь. Поэтому общаемся и живем долго, друзья! Ну и конечно же, не забывайте нажимать на колокольчик, для того, чтобы мы с вами завтра встретились. Ну и остальные атрибуты там, лайки, комментарии. Да, за комментарии вы знаете, можете получить приз. Ну что ж, пользуйтесь своими привилегиями, а мы начинаем. Папа, папа, а почему мы твою машину, а почему мы твою машину в реку толкаем? Тихо, бабушку разбудишь. Две блондинки встречаются в кафешке. Одна другу говорит, Светка, я надеюсь, ты никому не рассказывала о моих отношениях с Серегой? Говорит, конечно нет, подруга, ты что? Я же не знала, что это секрет. Друзья, я вот смотрю, нынешние обстоятельства, нынешняя ситуация, она так заставляет человека по-другому взглянуть на жизнь. Знаете, я вам честно скажу, если у вас опускаются руки, то это не самое страшное. Встречаются два друга, один говорит, о, Вовщик, привет! Привет! Что такое? Что с тобой? Что ты такой грустный? Что случилось? Да, ты знаешь, встретил девушку своей мечты. Да ты что? Поздравляю! А что грустный такой? Да, ты знаешь, Серый, херовое у меня воображение оказалось. Ребята, я вот это заметил, такую штуку. Смотрите, вот петуха, вот лошади, вот дракона. До людей так и не дойдет. Я вам скажу, молодость, молодость, это здорово. Вот знаете, что меня беспокоило, когда мне было, ну, лет 20. Несправедливость мира, нарушение демократии, ну и все такое. А сейчас спросите меня, что беспокоит? Я вам скажу, колени. Знаете, я заметил такую штуку, что вот, когда вы едете в маршрутке там, или в транспорте в другом, ну, и рядом с вами сидит какой-то пассажир, и вот тут он поднимается, поднимается и стоит рядом. Вы думаете, с одной стороны, фу, слава богу, свободнее стало, хорошо как. А с другой стороны, думаете, а че тебе помешало сидеть-то, а, мразь? Софочка, Софочка, я не знаю, что со мной, я в тебя влюбился. Ой, Фима, Фима, зря ты себя так не бережешь. Друзья, говорят, кто вспоминает прошлое, значит, стареет. Друзья, я предлагаю, а давайте занырнем и посмотрим на меня молодого, красивого, с голубыми глазами, высокого блондина. Смотрим. Мужики, а я заметил, жизнь, жизнь аж как женщина. Выпей нормально, а она уже не такая страшная. Кстати, за спорт. Во время соревнований по метанию молота, смешнее всех метался шестой сектор. Мужики, и это зависит от вас. В каждом доме должен быть уют, радость и штопор. Друзья, если вы заметили за собой слежку, то, выходя из дому, обязательно поешьте горохового супа. Ну, внесите какую-нибудь пикантную нотку в серые будни оперативной службы наружного наблюдения. Странно мутирует этот коронавирус, подумал Василий, когда обнаружил у себя трипер. Заседание суда. И так потерпевший был убит тупым круглым предметом. Подсудимый. Я не понял. Я ударил его головой. А вы знаете, проктолог жмурится, когда чихает его пациент. Алло, Игорь. Ну, здравствуй. Ты знаешь что? Я беременная. Я правда не знаю от кого, но тошнит от тебя. Доктор успокаивает пессимистически настроенного пациента. Говорит, ну, что вы так волнуетесь? Ну, успокойтесь вы. Ну, что? Ну, болезнь. Ну, прям, скажем, болезнь. Ну, такая уже это и болезнь. Я вам скажу, я сам болел этой болезнью. И вот видите, меня вылечили. Да. Ну, вас лечил другой доктор. Дорогая, а хочешь, чтобы у нас было с тобой, как у Ромео и Джульетта? Да, дорогой, хочу. Тогда выпей яду. Две блондинки общаются. Одна другой говорит, слушай, Галка, вычитала недавно, что оказывается, девушки, которые бросают курить, кожа у них молодеет на 16 лет. Представляешь? Говорит, представляю. А если я не курила? Ну, вот видишь, какая дура. Сейчас бы помолодела. Знаешь, Валерий, я в молодости был таким долбоебом. Да ты и сейчас молодо выглядишь. Вчера жена мне созналась, что оказывается, она родилась в экспериментальном роддоме. Теперь все становится на свои места. Дорогая, мне кажется, наши отношения зашли в тупик. А может, мы сходим с тобой к психиатру? Нет. Ну, почему нет? Для этого мне придется тебя развязать. Ну, что ж, дорогие друзья, на сегодня, пожалуй, все. Хотел бы вам пожелать долгих лет жизни. Ну, а вы не забывайте комментарии, лайки, ну, и обязательно колокольчик, для того, чтобы встретиться с вами завтра, а на сегодня пока. СМЕХ СМЕХ СМЕХ